Выпускнику Петербургской художественной академии Анатолию Мохневу, возможно, так и не удастся продать свою новую работу. Каждый второй пейзаж автора – это окно в старую Самару. В старом виде еще более-менее читается. Мы говорим, что это домик фон Вакана, где жил сам директор, пивзавод, пивзавод, южный женский монастырь, театр первого балета, бункер Сталина. Художники с одобрением восприняли начало городской акции по борьбе с незаконной торговлей, однако не могли и предположить, что участь пивных ларьков коснется и их островка искусства. Администрация Самарского района предъявила творческой братье ультиматум – либо уходите, либо берите в аренду участок улицы. Художники уверены – это недоразумение. Мы стояли здесь 20 лет. Никто тут… Это не птичий рынок. Здесь все оформлены, у всех частные предприниматели. Проладят налоги, убирают за собой, провели свет. В данный момент нам не разрешают стоять. Уже написали на нас два штрафа. Сказали, еще будет третий, а четвертый – уже конфискуем все ваши картины. Для некоторых из художников эта выставка – единственный источник дохода. И чтобы его сохранить, они обратились к губернатору, к главе города, в областную думу. Также рядом с аркой находится стол, на котором лежит тетрадь, в которой каждый желающий может поставить свою подпись в защиту Самарского Арбата. Ленинградка – это наша улица, это наша юность, это наша молодость. Мы привыкли, что все время здесь картины действительно напоминают Арбат. И вот лишиться всего этого, в общем, очень даже слезы пробивают, честное слово. Так что хотим, чтобы осталось. Попавшие в опалу художники рассчитывают на поддержку главы города. Чем закончится конфликт власти и творческой братьей, покажет время.